Число 1 миллион 9, как можно посчитать в калькуляторе, является суммой квадратов чисел 235 и 972. Докажите, что оно составное, и разложите на множители. Уже без калькулятора. Ну, во-первых, миллион 9 – это, понятное дело, 1000 в квадрате плюс 3 в квадрате. Здесь написано 235 в квадрате плюс 972 в квадрате. Значит, обозначаем вот это А, это Б, число это С, это Д. И, как мы уже делали в общем виде, ровно то же самое пишем. Смотрите, мы здесь имеем А в квадрате плюс Б в квадрате. с этой стороны С в квадрате плюс Б в квадрате, да? Так вот, если рассмотреть произведение, вычисляем АС плюс БД, это что такое, правда это или нет? Фактически 235 тысяч – это АС, да? 235 умножить на 1000. А БД – это нужно 972 умножить на 3. 972 умножить на 3. Это будет чуть-чуть меньше, чем 3000, да? Насколько меньше на 28 умножить на 3. 28 умножить на 3 – это 84. Вот действительно, действительно. Надо в одном случае выразить. Да, это правильное место. Почему они нам интересны? Потому что если перемножить эти числа, то получается 237,916 умножить на 232,084. то получается, что это есть АС плюс БД умноженное на АС минус БД, то есть А в квадрате С в квадрате минус Б в квадрате Д в квадрате, то есть А в квадрате умножить на миллион девять минус А в квадрате умножить на Д в квадрате, и это произведение делится на миллион девять. Потому что минус А в квадрате д в квадрате минус минус А в квадрате д в квадрате. Замечательно. Значит, вот это произведение делится на миллион девять. Поскольку ни один из умножителей не делится, значит, что миллион девять – это основное число. На самом деле это ровно так, как мы рассуждали в общем случае, когда объясняли, что простое число не может иметь два представления в виде суммы квадрата. Вот это реальный конкретный пример с числами, ровно того рассуждения. Теперь вопрос. А как же получить конкретное отложение? А очень просто. Когда вы знаете, что произведение делится на миллион девять, и ни один из умножителей не делится, вы можете просто рассмотреть наибольший общий делитель, ну, с каким хотите. Хотите с числом 237-916, хотите с числом 232-1084, и применить алгоритм Евгрида. Обратите внимание, алгоритм Евгрида работает быстро. И я сейчас без всякого галькулятора покажу, как это будет произойти. Вот у меня есть число миллион девять, и другое число – 232-1084. Хорошо. Я могу, например, сделать так. Давайте я буду только делать операцию вычитания и деления на два. Вот это число, очевидно, можно разделить на четыре. Получится пять, восемь, ноль, два, один. Отлично. Теперь я вот это число вычитаю из числа миллион девять. Вычил пятьдесят восемь, пятьдесят двадцать один, получил девятьсот сорок одно тысячу девятьсот восемьдесят восемь. Хорошо. Разумеется, это можно делить на четыре. Ну, на самом деле, для ускорения процесса можно вот даже вот это вычесть. Наверное, быстрее будет. Из этого числа я вычитаю двести тридцать две тысячи восемьдесят четыре. Здесь будет три, один, четыре, три. Да? Три тысячи четыреста тринадцать. Хорошо. Теперь мы должны найти неибольший общий делитель вот этих вот двух чисел. Ну, что сделаем? Наверное, вычтем из вот этого числа три тысячи четыреста тринадцать. Вычитая из десяти восемьдесят 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 три тысячи четыреста тринадцать, получаем вот такой ответ. Здесь можно уже делить на 4. Получается 1, 3, 6, 5, 2. На самом деле можно опять делить на 4. Получается 3, 4, 1. Вот, получилось. Наибольший общий делитель оказался равен вот этому самому числу. Число 3413. Дальше, вот дальше я не знаю, в общем, просто поверьте, что оно простое. И дальше нужно либо вот так же, по алтаре Дуэвкрида, найти наибольший общий делитель с другим числом, либо, еще проще, просто уголковый делитель. В общем, получается, что наше число 1 миллион 9, это произведение 3413 на число 293. Разумеется, это просто пример с числами для того, чтобы группировки вот этой формы. Она не сложная, но для конкретных чисел она выглядит вот таким образом.